Продолжим нашу конференцию и далее поговорим о строительной теплотехнике, о нормировании. Предоставим слово законодательному в этом вопросе Гагарину Владимиру Геннадьевичу, главному научному сотруднику, министру физики. Продолжение следует... Сейчас нормирование тепловой защиты и энергосбережения сосредоточено в СП 50-м, я буду называть его кратко, там дальше цифры какие-то. Я буду для краткости говорить СП 50-й, тепловая защита зданий, он сделан на основе актуализации СНИПа 2003 года. Само понятие СНИП отменили, ввели новые понятия СП. В основной своей части этот СП является обязательным. Но сейчас такая система, что ряд положений является обязательным, ряд не обязательным. Вот я об этом тоже буду говорить, когда это касается. Значит, обязательные требования, которые сейчас содержатся в СП, это поэлементные требования к ограждающим конструкциям зданий. Значит, это, что касается вот вас, это требования к стенам. Значит, они берутся из таблицы, которой, я думаю, большинству известно, кто этим вопросом занимается. И ее разрешается умножать на 0,63 при условии, что выполняется норматив по потреблению энергии на отопление и вентиляцию здания. Вот этот норматив, он несколько искусственно был приделан к этому СНИПу. Он, в общем-то, нигде не используется при проектировании зданий. То есть вот сам расчет ради расчета. И на него ориентируют, что он выражает энергоэффективность здания. На самом деле он ничего не выражает. Но, тем не менее, вот он существует, и при выполнении этого норматива мы можем умножить на 0,63. И если для Москвы, например, было 3,13 по таблице требований сопротивления степепередачи, то умножить на 0,63 получается 1,98. Таким образом, достигается возможность строить, в том числе и в Москве, однослойные ограждающие конструкции из газобетона. Если это 0,63 убрать, то такой возможности может не быть, потому что в это сопротивление входит влияние теплопроводных включений. Они всегда есть. Например, плит перекрытия. Это теплопроводные включения в стенах. И с их учетом приведенность сопротивления передачи меньше, чем 3,13. Поэтому, значит, очень важно сохранить этот коэффициент 0,63. Значит, он был введен в 2003 году, когда убедились строители, тогдашние проектировщики, что выполнить норму без понижения невозможно. То есть невозможно создать ограждающие конструкции, в частности, в московском строительстве, обладающие сопротивлением теплопередачи 3,13, который был занормирован. Значит, вы помните, два этапа было энергосбережение, и вот второй этап, вступивший в силу с 2000 года, для Москвы это был 3,13, его выполнить оказалось невозможно. И они это поняли и ввели понижающий коэффициент 0,63. Такое же положение сейчас сохраняется. Исследования Крышова, например, показали, что не выполняются эти нормы без понижающего коэффициента. В журнале, который где-то здесь на раздатке, есть статья Крышова, есть и об этом там сказано. Вот, и поэтому мы сохранили этот коэффициент 0,63, и за него идет, в общем-то, целая такая баталия с оппонентами. Мы считаем, что его надо сохранить, а они считают, что его надо уничтожить. И даже не задаются вопросом, что как вы будете строить. Вы не построите дома, удовлетворяющие таким нормам повышенным. Второе требование, которое мы ввели, это комплексные требования, комплексные ко всей оболочке здания. Мы здесь постарались как бы вот занормировать всю оболочку зданий, потому что сосредоточилась вся острота вот этой полемики на стенах. То есть надо достигнуть максимального сопротивления передачи стен, а на все остальное как бы наплевать. На самом деле не наплевать, и, значит, очень важны и другие элементы здания, и поэтому как-то растянуть внимание от стен. И, по нашему мнению, надо было бы перейти только на нормирование всей оболочки по тепловой защите, то есть занормировать теплопотери через оболочку, а не только через стены. И для этого у нас прописано комплексные требования, оно тоже является обязательным, но мы не знаем, в какой области, в каком регионе экспертиза требует его выполнения. Значит, по задумке у нас было перейти на это нормирование комплексного требования, то есть уйти от поэлементного нормирования стен и так далее, чтобы, значит, в целом, если уж мы экономим теплоту, то надо считать теплопотери через всю оболочку здания, а не только через один элемент. Вот. И третье требование – требование к потреблению энергии, значит, которое вот тоже, оно, само требование является необязательным, но методика расчета этой величины является обязательным. Значит, это требование появилось в 2003 году как обоснование к тому, чтобы ввести понижающий коэффициент 0,63. Тогда появилось, что если выполняется требование к потреблению энергии, то мы можем, значит, понижать требования к стенам. Ввели его в ППХ и непродуманно очень. Дело в том, что точно это рассчитать нельзя. Там теплопотери считаются не только через стены, через окна, но и за счет воздухообмена. Воздухообмен существенно зависит от поведения жильцов. Откроете вы форточки, один воздухообмен, ну, сами понимаете все. Но вот это все оказалось занормированным по довольно случайной методике. В качестве эталона был взят девятиэтажный дом в Тверской области, для него посчитаны теплопотери, что-то там подправлено, и ввели в СНИП, теперь это, значит, норматив, который надо выполнять, и на основе которого понижение на 20%, вот что Глеб рассказывал, а на 40% это относительно вот этого потребления. С приказом, значит, по правительству, по указам правительства и приказами Минстроя. Это совершенно безумная, в общем-то, политика. Кроме того, туда еще включили и горячее водоснабжение, что мыться надо меньше, или как это. И электроэнергию включили, все это в одну кучу. То есть мы совершенно не можем согласиться с таким положением, но об этом я еще в конце поговорю. Значит, вот это такие требования сейчас в СНИПе. Значит, ну, это вот то, что я рассказал здесь примерно. Здесь картинка, иллюстрирующая бессмысленность дальнейшего увеличения сопротивления техпередачи стен. Вот здесь отложена приведенность сопротивления техпередачи стен для Москвы, а здесь, так сказать, на потери перед один квадратный метр стены. Вы видите, что если у нас сопротивление техпередачи стены маленькое, ну, например, как во Франции было, 0,5, то увеличение сопротивления техпередачи на 0,5 вот досюда приводит к значительному прибыли, то есть к значительному снижению теплопотерь. Но если у нас уже единица, что было у нас в России, в Советском Союзе, и мы увеличим тоже на 0,5, то прибыль гораздо меньше получается, то есть снижение теплопотерь гораздо меньше. Но если как сейчас нормируется вот 2-3 единицы, дальнейшее увеличение, вы сами понимаете, теплопотеря снизится значительно меньше, и эта прибыль получена, ее не хватит на то, чтобы окупить единовременные затраты, которые пошли на дополнительное утепление стены. То есть с технической точки зрения это абсолютно бессмысленно. И вот такой график, он, в общем-то, очень наглядно видит. Почему на Западе это приносит свои плоды? Потому что там низкое сопротивление теплопередачи было. И увеличение, оно сразу вам даст прибыль. А у нас уже единица была, она нормировалась практически на всей территории. А вот, например, в Норильске был 1,47, в Ексеринбурге, в Свердловске тоже, наверное, 1,2 было. И дальнейшее увеличение прибыль даст значительно меньшую. Поэтому это вот график, который иллюстрирует. К сожалению, вот руководство наше абсолютно не понимает или делает вид, что не понимает, ну, что такое гипербола. У студентов я спрашивал, показываю график, как называется. Половина говорит гипербола, половина парабола. Уровень нашего образования. Да, будущие инженеры. Таким образом, вот цель, которая поставлена при изменении норм, при дальнейшем их развитии, она следующая. Во-первых, добиться достижения существующих нормативных требований. Они в массе своей не выполняются. Добивайтесь, зачем их повышать? Вот, исследования Крышова показывают, что не получается. Вот мы работаем, вот я, например, с 75-го года в этой области работаю, значит, порядка 40 лет. И я прекрасно чувствую, что не выполняются они, значит, и натурные исследования показывают, что не выполняются. Дальше задачи такие. Обеспечить многовариантность путей достижения требований. Чтобы можно было построить дом несколькими способами, которые проектировщик выбирает на основе каких-то соображений экономических или целесообразностей. Способствовать дешевизне строительства из отечественных материалов. Способствовать увеличению объемов строительства. И способствовать качественному проектированию строительства зданий. Потому что если мы заложим слишком сложные расчеты какие-то, то проектировщик не будет справляться. С учетом уровня современных выпускников вузов, про которые я уже говорил, трудно рассчитывать на выполнение каких-то уж очень сложных расчетов и введения сложных понятий. Вот такие цели мы ставим при разработке наших норм. Не всегда получается. Значит, повышение нормированного значения сопротивления передач стены явилось экономической диверсией в нашей стране. Когда они были введены в 95-м году и начиная с 96-го года, то закрылось половину домостроительных комбинатов. Потому что промышленность была ориентирована на строительство зданий, где несущие и ограждающие функции были совмещены. Это были легкие бетоны в основном. 70% зданий строился из легких бетонов. И вот эти домостроительные комбинаты, они не смогли справиться с новыми требованиями. И тем или иным способом половина примерно закрылась. Продолжается разрушение сейчас на этой почве. Значит, это привело к снижению объема строительства. И ни к какому значимому энергосбережению это не привело. Никаких данных. Никто не мониторит. Я не встречал данных, что это привело к энергосбережению. В лучшем случае, это какие-то жалкие расчеты. Для таких-то домов получен такой-то экономический. Это не то совсем. Все практики это знают. Теперь, значит, что сейчас можно сконстатировать. То снизить требуемое значение сопротивления передач сейчас невозможно. Просто не дадут это сделать. У нас очень низкий уровень государственного менеджмента. Видите, по нашему правительству. Это просто жалко смотреть на них. Ничего не соображают, по-моему. Возродить строительство и производство легкого бетона невозможно. Его уже погубили. Как, значит, это огромное уложение и так далее. Надо сохранить то, что есть хотя бы. Возможно только совершенствовать при разработке норм. Возможно только совершенствовать метод расчета сопротивления передачи. И добиваться выполнения требований. Это вот еще как-то можно, если, значит, как-то дружно работать, чтобы экспертиза нормально работала. На одном из совещаний в Минрегионе тогда представитель экспертизы сказал, что что вы с этим приведенным сопротивлением водитесь. Мы не умеем его рассчитывать. Если экспертиза не умеет рассчитывать, что она требует от проектировщиков. Значит, ну и, возможно, строительство с применением эффективных теплоизоляционных материалов или строительство из особо легких бетонов, где эти функции, несущие ограждающиеся, они совмещены. То есть это из газа бетона, полистирол бетона. Такого типа. Значит, у нас нормируется приведенность сопротивления передачи. И оно рассчитывается сейчас по такой формуле, которая гармонизирована с общемировой. Значит, приведенность сопротивления передачи у нас равно единице, деленной на удельный поток, который через квадратный метр конструкции. И вот здесь выделен этот поток, называется коэффициент передачи. Это поток по глади конструкции, то есть и плюс поток по теплопроводным включениям, которые всегда есть в любой конструкции. Ну, например, через швы кладочные. Это может быть, если сложная конструкция, там, навесной фасад, через кронштейны. Это все выражается вот этой частью, а здесь по глади конструкции. Вот, значит. Ну и при этом в любой конструкции сложной существуют элементы. Плоский элемент, это вот обычная вот стена, так сказать. Вот, например, СМИ-2. Линейный элемент, это оконный откос. Через них теплопотери идут. И точный элемент кронштейна и дюбеля, которые есть. Вот это, соответственно, эти вот элементы, они выражаются. Через плоский элемент, это коэффициент передачи у, гармонизированный с западом. У них нормируется вот эта великина. А у нас нормируется все вместе. У, значит, через линейный элемент Пси, через точный элемент Хи. И поскольку это газобетончиков не касается, я просто для сведений сказал, и пойдем дальше. Значит, поэлементные требования к теплозащитным свойствам ограждающей конструкции, они выражаются вот этой таблицей, как я уже сказал. И, значит, можно умножить на 0,63, чтобы получить нормальные какие-то значения. Вот период зависит от градусов сутка, отопительного периода. Моему сказать, что когда разрабатывали все эти таблицы, то никаких оснований под них подложено не было. И как я узнавал, кто их предложил вообще? Их предложил рядовой проектировщик, который взял миллиметровку и на ней прорисовал две прямые. С этих прямых он снял вот эти значения. Никакого обоснования он и не знал даже, не задумывался. То есть это совершенно случайные вещи. То, что ее назвали энергосбережение какое-то, это все довольно случайные вещи. Вот. Ну, хотя пропущу. Теперь, значит, вот СП-50 основной у нас, он требует проработки дальнейшей. Потому что из СП, из СНИПа убираются расчеты. То есть расчеты не должны быть в СП, только требования. Ну, а без расчетов, что же это за документ для проектировщика? У нас одна расчетная величина сравнивается с другой расчетной величиной. Вот одну мы можем, требуемое, посчитать. А характеристику конструкции, вот эти расчеты, мы вынуждены пока поместить в приложении были. Ну, и при дальнейшем изменении, которое раз в пять лет должно проводиться, мы должны уже их выводить из приложения и сделать отдельный СП. И в связи с этим, для этого СП-50 существует. Значит, еще ряд СП, которые являются вспомогательными, в которых собраны расчеты, необходимые для выполнения СП-50. Во-первых, это СП проектирование тепловой защиты в Дании, где собраны все методики. Потом, значит, СП-230, это характеристики теплоэстетических неоднородностей для расчета приведенного сопротивления передачи конструкций. И еще мы задумали такое СП сделать с эксплуатационными характеристиками теплоизоляционных материалов. Вот как-то поправить ту таблицу, о которой говорил Глеб Иосифович, и которую пока мы не можем поправить. Ну, могу сказать, что здесь случилась такая беда, когда мы сделали вот эти вот СП, вот это, например, проектирование тепловой защиты. Нас потребовали убрать все примеры. Без примеров сложно. Поэтому появился еще один ряд, значит, таких пособий, СП. Это методическое пособие. Вот здесь ряд методических пособий. Методическое пособие про проектирование тепловой защиты с примерами для этого, а здесь содержатся методики для СП-50. Такая сложная получилась вот структура. И методическое пособие по расчету поступления от солнечной радиации, поскольку требует огромного количества климатических данных. Ну, климатические данные находятся в справочнике по климату СССР, который включает 35 томов. И все это включать вот в такие пособия очень сложно, поэтому мы выпустили что-то такое вот одно. Мы сдали его. Ну, и кроме того, значит, для чего вообще надо приведенность в проселение теплопередачи? Для того, чтобы рассчитать нагрузку на систему отопления. А нагрузка сейчас не считается. То есть методика при проектировании системы отопления используется методика, разработанная в XIX веке, которая не учитывает теплопроводных включений, и которая, в общем-то, вот наши попытки повысить приведенность в проселение теплопередач отопленцами не учитывается. То есть все это впустую вообще. Поэтому мы, значит, хотим сделать вот такое СП, определение тепловой нагрузки инженерных систем зданий, переходных с СП отопления и вентиляции. Ну, и еще, значит, задумано у нас СП потребление энергии зданием в летних условиях. Это отдельная задача. Ну, вот такие перспективы. Я кратенько, значит, скажу теперь, сейчас идет работа над изменениями номер один в СП, я просто перечислю, что делается. Ну, в область тепловой защиты пересмотрены термины определения, пересмотрен порядок назначения того коэффициента, который 0,63. То есть сейчас в СП начинается проектирование с этого коэффициента равным единице, а потом можешь понизить до 0,63. Это нелогично. Это было сделано под влиянием Александра Валерьевича Фадеева, и мы это дело возвращаем, как и должно быть. Надо начать проектирование с 0,63. Ну, с наименьшего значения. Потом, если надо, повышать. Вот, значит, повышена сопротивление теплопередачи светопрозрачных конструкций, окон. Введен коэффициент условий эксплуатации, слои материала, то есть мы вводим коэффициент старения теплоизоляционных материалов, если это выйдет, чтобы закладывать, значит, состарившиеся характеристики, состарившиеся материалы. Вот. Ну и защита от переуложнения, значит, немножко модернизированный метод. Модернизированный метод воздухопроницаемости ограждающей конструкции. И модернизирован вот расчет тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Ну, вот порядок назначения МР. Вот то, что я сказал. Сначала рассчитывается вариант, он равен 0,63, с наиболее низкого значения сопротивления передачи. Для необходимости перейдем выше. Вот. Значит, ну, представители оконной промышленности представили свое видение повышения сопротивления передачи для окон. Мы их сильно не правим, потому что, в общем, они считают, так нужно, мы бы так и сделали, но у них противоречие. Там две ассоциации. Одна ассоциация считает, что надо повышать, другая ассоциация считает, что не надо повышать сопротивление передачи окон. Ну, вот они как договорятся, так мы и включим. Значит. Дальше, значит, введен коэффициент условий эксплуатации слоя. То есть у нас при расчете термического сопротивления слоя материала введен коэффициент условий эксплуатации, который, значит, может быть понижающим для термического сопротивления слоя. Ну, например, слой минваты. Если он положен в кровлю, то он со временем садится, теряет свои теплоизоляционные свойства, и он должен здесь быть, ну, меньше единицы, по крайней мере, и надо дать его таблицу. Вот здесь у нас задумано такого типа таблицы. Теплоизоляционные материалы и, значит, конструкции, в которых они используются, вид воздействия на них, А, Б, В, Г. И на каждое из этих воздействий вот мы постараемся заполнять потихоньку, постепенно такую таблицу. Я не знаю, выйдет у нас или нет, но вот производительцы оппозиционных материалов, которые сейчас сосредоточены в ТК-144, уже прислали письмо, что мы такой СП не утвердим вам. Вот. Ну, модернизировано раздел воздухопроницаемости ограждающей конструкции. Вот в этом направлении Павел Павлович Пастушков поработал. И по вот этому вопросу тоже Пастушков работает по коэффициенту эксплуатации. Вот доклады здесь. Вот. Ну, и модернизирована, вот сочинена формула для расчета удельной характеристики. Это имеется в виду потребление энергии на отопление, вентиляцию зданий. Я только скажу, что здесь учитывается вообще, всегда учитывалось. Значит, вот та энергия, которую потребляет здание, ну, это по потере. Через оболочку здания и через вентиляцию. И вычитается поступление. От бытовых теплопоступлений и от солнечной радиации. Вот это расчет этого коэффициента бета, полезного использования теплопоступления, он, в общем-то, модернизирован в соответствии с европейскими нормами. Вот. Я не буду на этом останавливаться. Значит, ну, нормированная удельная характеристика, это, в общем-то, она позволяет рассчитать потребление энергии на отопление вентиляции. Это осталось, но эта таблица не является обязательной. А какой является обязательной, сейчас нету. Ну, и классы потребления энергии. Здесь сначала были классы энергоэффективности зданий. Когда мы СНИП в 2012 году утверждали, то Минэнерго и Минэкономразвитие нам запретили использовать термин энергоэффективность. Потому что энергоэффективность, как мы его использовали, как потребляемая энергия, это не соответствует определению 261-го закона федерального об экономии энергии и там еще чего-то. Энергосбережение, 261-й закон, там энергоэффективность характеризуется как отношение полезного эффекта к затратам энергии, пошедшим на получение этого эффекта. Энергия внизу стоит, а потребление энергии, там энергия вверху стоит. Поэтому, значит, они запретили использовать, и мы из этой таблицы убрали класс энергоэффективности, ставили класс энергосбережения. У нас сейчас класс потребления энергии. Ну и характеристика вспомогательных документов. Значит, во-первых, вот документ 230-й, очень удачный документ, вышел в 2015 году, разработан нашим сотрудником Козловым. Вот сейчас там примерно он содержит узлы и характеристики тепловых потоков через каждый узел. Ну вот, значит, например, кладка. В зависимости от толщины шва, от лямбда раствора, от теплопроводности раствора и от теплопроводности камня, между ними можно интерполяцией. Получаются, значит, некоторые коэффициенты, которые позволяют рассчитать приеденное сопротивление кладки из газобетонных блоков или там из чего-то еще. Вот здесь, значит, вот такого типа таблицы у нас есть. Для дюбелей. Для такой кладки с облицовкой из керамического кирпича или из любого другого кирпича. Здесь тоже, значит, есть такая же таблица. Для углов таблица есть. Ну и так далее. Для установки ОКОН. Вот 230-й СП, он содержит характеристики узлов, которые позволяют без расчета температурных полей очень легко и просто рассчитать приеденное сопротивление ограждающих конструкций при помощи этого СП. В этом году мы его модернизировали. Он теперь содержит около 100 таких узлов и позволяет рассчитывать самые различные конструкции, там и вентилируемые фасады, и легкие конструкции и так далее. Вот, значит, вот крыша, видите. Теперь методические указания по расчету поступлений солнечной радиации. Значит, подготовлено, сдано. Значит, достаточно объемный труд получился, где мы смогли все необходимые характеристики собрать, и чтобы проектировщик не лазил по всем справочникам, а компактно мог посчитать поступление от солнечной радиации. Здесь еще одна особенность. И с увеличением сопротивления передачи окон требуемым приходится выводить окна с покрытиями. Окна с покрытиями мы вводим с низкомиссионными, это отдельная вообще тема. У них появляется такой же фактор, так называемый. То есть поступление солнечной радиации у них отличается от того, что было для простых стекол. Поэтому эти характеристики надо учитывать при проектировании. Вот здесь это сделано. И экономические эффекты, эффект по экономии энергии для таких окон со стеклами, с таким покрытием, он несколько другой. Потому что, с одной стороны, снижается теплопотеря, но, с другой стороны, снижается теплопоступление от солнечной радиации. Еще раз. Ну и здесь подготовка к СП, расчету тепловой нагрузки на систему отопления помещений зданий. Здесь разработан новый метод, он называется матричный, где при помощи некоторых матриц рассчитывается тепловая нагрузка на систему отопления. Здесь учитываются все теплопроводные включения на каждое помещение. Это передовой метод, в Европе его нет. Вот. Ну вот, теперь, значит, это то, что у нас ведется работа, и что мы сдаем и будем сдавать. Теперь поговорим о проблемах, которые, значит, возникают при разработке нормирования, о которых говорил Глеб Иосифович и Андрей Анатольевич. Ну, во-первых, большая проблема – это деятельность совершенно посторонних лиц, направленных на дестабилизацию работы по нормированию. В области энергосбережения. Пример с РО по энергосбережению. Там один из каких-то начальников, фамилия его Питерский. Откуда он появился, неизвестно. Вот. Значит, они пишут, у них такой вот, значит, уклон, они пишут все всевозможные какие-то приказы, указы, дорожную карту, что делать. Причем он имеет выход куда-то на правительство и на самом верху утверждает какие-то, например, дорожную карту по повышению энергоэффективности. Потом на нее надо отчитываться ежеквартально, что сделал и так далее. То есть, иначе как дестабилизация, это не назовешь. Поскольку они все не специалисты вдобавок и живут только на обследовании, то есть, они проводят обследование, берут деньги и на эти деньги осуществляют свою вредительскую деятельность. Вот. Значит, то, что они делают, это крайне неумно как-то вот. Значит, вот. И ничего не слушают. Вот. Значит, вот такую же деятельность развивает АВОК, например, Ассоциация инженеров по отоплению и вентиляции. Казалось бы, какое их дело? Возьмите АТР-приведенный, который нормирует, и считайте свои отопленческие вещи, не лезьте в конструкции. Вот лезут. Вот. Значит, вот имя осуществляется разработка постановления правительства и приказов Минстроя, направленных на повышение энергоэффективности. Это вот первое, что это. Один из них, вот, Фадеев, не имеет ни образования, ни опыта работы в строительстве. Он теперь работает с сотрудником министерства на общественных началах, то есть, без зарплаты. И работая таким образом, он, значит, вот разрабатывает эти вот все приказы, которые мы получаем, потом мы не знаем, как их вообще воспринимать. Вот. Ну, значит, это вот такое дело. Может, сейчас его уже и примут, вот там же положение два года надо отработать, вот так, бесплатно, чтобы приняли в министерство. Вот. Теперь, значит, деятельность бизнеса направлена на увеличение продаж своей продукции, а не на повышение качества проектирования, в том числе и энергосбережения. Пример, это корпорация Техно Николь. Там, значит, вот корпорация имеет, наверное, миллиардный оборот, очень богатая. Вот. Она выпускает как минераловатные изделия, так и вот пенополизоцинураты, газнополненные пластмассы. Они еще не определились вообще, что лучше, или определились, но дурака валяет. Вот. И вот эти два подразделения у них конкурирующие. То есть минералы ватные и, значит, вот пенополизоцинуратные. Значит, пенополизоцинурат при горении выделяет боевой газфазген. 14 июня был пожар в Лондоне, где горело здание, и 79 человек погибло от этого вот выделения газа. И у меня статья есть на английском, газета «Селеграф», где это написано, и в фотографии приведены панели. И вот, несмотря на это, вот пытаются пенополизоцинураты внедрить для утепления, значит, в жилье, в конструкциях. Если это техническая теплоизоляция, да ради бога. Пусть трубу утепляет, вот. Она неплохая. Ну и здесь, в общем-то, они развивают такую вот деятельность. Ну, например, привлекают научных сотрудников к даче заключений нужных. Например, они получили, как мне сказали, на этот материал НГ, не горючий. То есть, как они это получили, значит. Кто-то вот подписал. Ну, в пятницу у них будет собрание в Техниколе, в Рязани, где будут участвовать два замминистра. Ясно, что собрание будет направлено на какую-то популяризацию их продукции. Потому что прямо на этом заводе будет собрание. Межведомственные группы. Меня приглашают. Я сказал, я в Екатеринбурге не могу. Ну, там будут люди. Вот это вот все распространение. Вот. Теперь, значит, некомпетентность и частая смена курирующих сотрудников средней звена в министерстве. Ну, вот, например, сейчас в министерстве работает Фадеев. Сам министр Ачибис, который не является строителем, он, наверное, менеджер, вот я с ним один раз разговаривал, он ничего не понимает. Он обсуждает юридические вопросы. Ну, например, приказ министерства, приказ министерства может ссылаться на свод правил или не может? Вот он считает, что не может. В то же время они нормируют те же вещи, что свод правил нормирует. Получается коллизия такая. Мы хотя бы говорим, ну, ты хоть сошлись на СП и все. Нет, они дают свои нормы, не совпадающие с нормами СП. И что должен делать проектировщик? Он должен брать приказ, получается, который является обязательным, и из приказа брать эти нормы и рассчитывать по неизвестным методикам, потому что приказ методики не содержит. А на СП он не ссылается. Откуда методики брать? То есть полный кавардак. Вот мы с ним час проговорили на это. Я говорю, Андрей Владимирович, вы технические проблемы будете обсуждать? Что мы юридические? Нет, я технически не буду обсуждать. У меня вот юридические вещи. И, в общем-то, все эти приказы идут конкретно через Чибиса, который возглавляет отдел ЖКХ. Не строительство, а ЖКХ. ЖКХ, наверное, проблема.